Наш проект, основа, заложен на изучении эффекта Вентури и эффекта Магнус. Что такое эффект Вентури? Эффект Вентури это изучение, мы рассматриваем давление в трубах с разной площадью поперечного сечения. Допустим, вот у нас из-за того что? Из закона Бернулли. На подъемную силу, которая действует на вращающийся цилиндр, будут движущиеся потоки. Вот, собственно, наша цель это было провести необходимый теоретический минимум, изучить необходимый теоретический минимум, смоделировать установку, на которую мы будем проводить исследования. Небольшие электронные заморочки тут. Вот, и конечная цель это сверение экспериментальных значений с теоретическими. Собственно... Ну вот, процесс работы нужно увидеть, да? Это в фаб-лэбе. Вот картинки наши. У нас, кстати, очень интересный слог получился. Ну, это не то чтобы картинки наши, а вот слева изображена, соответственно, часть, которая демонстрирует... Эффект Магнуса? Ну, да. Часть, на которой высчитывается эффект Магнуса, соответственно, это система с вращающимся цилиндром и тензометрическим датчиком. А справа там, соответственно, вот эти вот экспериментальные участки, на которых измеряются разности давления. Сейчас на видео вы можете видеть, как работает, как работает поршение с литра, а в этом чуть-чуть подробно не нравится, как вам тоже. Да, соответственно, всю демонстрацию мы вам проведем. Это вы все уже увидите. Вот. Очень много бессонных ночей было. Очень... Мы не вылезали из фаб-лаба. По сути... Так, сосна. Переходим к содержательной части. Эффект Вентури. Эффект Вентури — это... Эффект Вентури — это уменьшение давления в узкой части трубы, относительно давления в широкой части трубы, вследствие того, что в узкой части трубы скорость увеличивается. Вот. Вот. Этот эффект мы можем вывести через закон Берноль. Закон Берноль вы можете видеть на экране. Вот. Это такая небольшая сумма давления. Давление статического, динамического и весового. В общем... Но ремарку можно сделать, что это такие чисто для удобства обозначения, и многие критикуют их. Да. Так как мы хотим рассмотреть точки в частях трубы с разной площадью, мы берем точку в этом, в части трубы с большей, с большей площадью поперечного сечения и с меньшей площадью поперечного сечения. Для упрощения расчетов мы берем эти точки на одной высоте, чтобы у нас нивелировалось весовое давление. При этом в каждой трубе они берутся на одинаковой высоте. Да. На нивелирование. Вот. Соответственно, у нас пропадает весовое давление, и мы можем рассмотреть разность давлений в частях трубы от скорости потока. Давайте перейдем к эффекту Магнуса. Эффект Магнуса — это эффект, который заключается в действии силы перпендикулярно направлению движения потока вследствие того, что эта сила может действовать только на вращающееся и движущееся тело в потоке жидкости. Вот. Оно возникает из-за того, что… Ну вот можно увидеть, что цилиндр… В данном случае цилиндр, как на нашей модели, но это может быть и любое другое дело. Цилиндр движется, например, по часовой стрелке, соответственно, снизу у нас поток будет замедляться, а сверху поток будет ускоряться. И, соответственно, опять же, наиболее наглядно разность давлений, из-за которой и действует сила Магнуса на цилиндр, можно вывести из закона Бернулли. У нас снизу, соответственно, скорость ниже, сверху скорость выше. И тогда действует сила по разности давлений наверх. Также можно рассмотреть более сложную модель, выводящуюся не из закона Бернулли, а из… выводящуюся не из закона Бернулли, а из-за облипания жидкостью цилиндра. Тогда рассматривается циркуляция и появляется, соответственно, в формуле, которая приведена снизу. Теперь давайте больше поговорим про конструкцию нашей спутовки. Она собрана из двух циркулярных насосов максимальной мощностью 50 литров в секунду. Соответственно, включили непараллельно, что нам позволяет достигать примерно 100 литров в секунду. Ой, в минуту. В минуту. Основная часть экспериментария выполнена из орган стекла, склеена металлическими уголками. У нас здесь четыре экспериментальных участка различной площади подречного сечения. То есть, соответственно, мы можем видеть размеры на экране и так далее. И следует здесь у нас отдельно представленный твиттер. Сегодня у нас опыта, к сожалению, не будет, но мы вам покажем, как это могло бы работать. Этот твиттер, соответственно, должен был приводиться в движение мотором, который у нас находится здесь. Который у нас находится здесь. И, соответственно, на нем бы исследовался этот германинер. Так, теперь поговорим поподробнее про эффект твиттер. Здесь мы можем видеть показательную конструкцию из большого количества трубок. Собственно говоря, здесь у нас в каждой, на каждом участке трубки у нас находятся две маленькие трубочки. Это, соответственно, трубка-фидояки, азометрическая трубка, которые соединены, не отсоединены через гибкие шланги к датчикам давления. И, соответственно, это все как причем к датчикам и системе. И это выводится в прямом эфире, далее он пока уже происходит, на сервер, где мы можем наблюдать значение давления в прямом времени. Через трубку-фидо мы измеряем давление стационарного потока. Через гизометрическую трубку давления набегающего потока. И через их разность мы высчитываем стационарную скорость. Следующее слово, пожалуйста. Дальше. По поводу эффекта Магнуса, тут более интересная конструкция. Поэтому у нас не получились некоторые загрузки. Ну, во-первых, прежде всего, у нас включается цилиндр, приводится в движение обескалекционным электробилителем. Можно находить здесь. Цилиндр скреплен к этой оси и во время вращения под действием силы Магнуса он поднимается вверх и действует на тех задачах, которые мы достали из карманов весов. Соответственно, так мы можем видеть силу реакции опоры, которая действует на этот датчик. Соответственно, вес, масса цилиндра подобрана так, чтобы вся система, в принципе, компенсировалась. Ну, сила тяжести компенсировала силу архиведа, и система сама по себе находилась плюс-минус в равновесии. Планировалось также, что скорость вращения цилиндра будет высчитываться с фотоэлектрическим элементом. Здесь какой-то канал-то видео. Можно увидеть, как оно работает. Так, спасибо. То есть у нас есть каркасный датчик, есть черный цилиндр, сейчас его снять, конечно, к сожалению, не смогу, и белая полоска. Вот гид, там, мега-зеленый огнек, он реагирует на белую полоску. Соответственно, когда у нас проходит один круг, у нас счетчик в программе, учитывая один круг, так мы можем почитать скорость вращения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, тут мы, в принципе, можем видеть просто, как это все планировалось. То есть у нас есть 3D-модель, у нас есть 3D-модель всей установки, спроектированной в Fusion 3D, и, соответственно, рабочий прототип, ну, он сейчас находится перед вами. Следующий слайд, пожалуйста. А теперь я приглашаю Ивана для более конкретного доклада контролирования. Для более точных измерений и для более быстрой обработки данных было решено использовать электронные датчики давления и электронный динамометр, дизометрический датчик, который мы достали из песок, карманных, обычных. Вот, немного долго мы искали подходящие датчики давления, и что можно заметить, датчики давления аналоговые, причем их выход, уровень сигнала электрического на их выходе очень маленький. Поэтому пришлось использовать аналоговый цифровой преобразователь с усилителем, с программируемым коэффициентом усиления. Там коэффициентом усиления установлено 16, то есть сигнал сначала усиливается в 16 раз, а потом уже оцифровывается из аналогового представления в цифровой, и все эти данные летят к нам на микроконтроллер. Вот, также этот микроконтроллер получает данные с динамометра, тензометрического датчика, это для демонстрации и проведения опыта с электромагнуса, и также этот микроконтроллер управляет мотором, и получается меняет его обороты, регулирует. Также этот микроконтроллер имеет на борту у себя Wi-Fi и Bluetooth, и благодаря этому можно было поднять сервер, веб-сервер, это и было произведено. И все данные в режиме реального времени могли, не могли, а демонстрируется веб-интерфейсе. Здесь также есть панели подговора управления установками. Все это делалось с нуля, крученую. Это у нас график, как он называется, с давлениями каждого датчика 8 штук, потому что 4 седуемых участка трубки и 5 штук по 2 датчика, их датчики сменяют статическое давление, а другой давление набегающего потока. Здесь у нас отображаются скорости в виде графика, а здесь скорости в виде кистограмма уже. Это какая скорость сейчас включена? А, 2 динам. 2 динам. То есть это не самая максимальная скорость, не самый максимальный режим работы насосов. И, как можно заметить, здесь уже очень похожа зависимость на параболу. Кто-нибудь расскажет, ребят, про параболу, да? Ну, дальше... Давайте включим... Что это за показания? Где они снимают? Сейчас я вижу, что сейчас вода бежет. Да. Вот здесь вот установлен... В том, что это само яхт. Я затрубку и... Вот сейчас вот этот датчик это какая? Вот этот датчик это датчик статического давления. Да, датчик XL на гистограмме. Окей. Нет, XL это... Ну да, на гистограмме отображаются скорости. XL это большая. XL это большая. L это вот эта вот вторая. N это поменьше. US это самая маленькая. Ну, мы их так обозвали для удобства. Сечения... 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 109 миллиметров, соответственно. 86... 60 миллиметров. И 36 миллиметров. Или нет? Это не площадь сечения, это сторона... Это двенадцатая сторона. Да, двенадцатая сторона. То есть, на самом деле, нету определенной зависимости. То есть, у нас нету такого, чтобы одна часть... Чтобы каждое следующее было два раза меньше по площади. Нет, это просто рандомное сечение, которое мы сделали. Ну, зато красиво не догнать. Понятно. Сейчас я отключу... Сейчас стоит режим насосов два знака. Относительно чего? Относительно чего? А здесь ноль это что? Ноль это мы берем... Нет, здесь ноль не приведем. То есть, здесь немного есть эти... Отрицательные значения. И это нормально. На уже обработанных данных... Лог вот этих всех данных собирается вот здесь. И его можно скачать в табличном файле прямо вот отсюда. Там кнопочка есть. Вот. И, собственно, как это все легко... Все эти данные собираются и потом запросто с помощью спехтов вводятся в обычный файл, который уже обрабатывает как хочешь. Сейчас я отключу максимальный режим. Можно будет заметить службу. Да. Изменения скоростей. Поползли значения. Были в районе одного метра в секунду маленького, с самого другая. Сейчас 1,6 примерно, да? Примерно. С 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 С. Он не подстраивает ноль, что я понимаю. Нет, он не подстраивает ноль. Дело вот в чем. Я уже говорил, что эти датчики аналоговые, они просто все шумы и все наводки из внешнего мира собирают. И потом это еще усиливается в 16 раз. Понятно. Я понял, что это видео уже. Да. И там и так использовано три цифровых фильтра и один аппаратный. Это график чисток необработанных данных скорости потока в каждой трубе. Сколько там было выборов? Четыреты тысячи вроде? В районе того же. Да, четырех. То есть, отличие тот и график, с левым направо, бронечный арт десять значений. Это так. Вот зелено здесь на зоне, там все видно. То есть, один один это показывается мощность пососов и живососов, которые мы выбрали. То есть, включаем первую, то есть, в конце примерно более один. И здесь мы можем видеть, соответственно, стандартный наиболее ярко, конечно, последовательность зависимой ОС и более-менее видна ОБС. Более, B и C, вдруг, не последовательность какой-то зависимости особенной, но если произведение значения на вот именно комплектных этих промежутках, то вполне себе получаются значения довольно близки к тем, которые мы рассчитали теоретически. Ну, вот здесь приведены графики как раз-таки теоретической аппроксимации экспериментальных значений, которые были получены при разной подаче насоса. Да, да. Давай дальше. Ну, и чуть-чуть об эффекте Магнуса. У нас, к сожалению, из непредвиденных обстоятельств в виде большого количества течек, которые мы заделывали крайне долго, выбора датчиков давления и программирования, то есть это все у нас довело достаточно много времени, и мы не успели сделать второй эксперимент, который планировалось провести на этой установке для цилиндра и эффекта Магнуса соответственно. Поэтому, ну, вот здесь только теоретические зависимости при разных значениях скоростей потока и разных значениях скоростей. Большое спасибо. Очень интересно. Как мы считаем, что именно вопрос, именно честно, вы уже именно израсходовали. Спасибо. Есть один вопрос именно из чата. Как есть, так я его зачитываю. в одной лице датчике Васильева. Уточняющий вопрос. Как в итоге измерялось давление? Трубками, как в отчете, или датчиками давления, как презентацией? Там просто может быть... Саня, открой схему. Можно вопрос повторить, пожалуйста. Нет, нет, нет. Как в итоге измерялось давление? Я, кажется, понял, в чем проблема. У нас там иногда фигурировали в отчете название трубки, потому что датчики давления находятся в трубках. Как бы говорилось, что давление измеряют в трубке, но это такая вот фигура речи у нас получилась. То есть датчиками. Я думаю, что именно вопрос снялся на 100%, естественно, просто трубкой ничего измерить не может. Да, да. Это так. А датчик давления может быть. Все, большое спасибо. Я могу поблагодарить, повести поподробнее. Нет. Максим Петрович, они столько заливали по аудитории, они имеют право. Нет. Много воды. Много воды. Много воды. Нам 10 литров. Максим Петрович, это ее еще шестнало. Аплодисменты. Это кто-то меня, как потратили. Аплодисменты. Уже мы, наверное, уже были не экономики. Потому что было так, что我們 уже раз Nay. Продолжение следует...